Марка Порше решила установить неожиданный рекорд по самому долгому скольжению на электромобиле. Сказано – сделано. Взяв заднеприводный Taycan, инструктор Порше накрутил 210 кругов по 200-метровой трассе. За 55 минут опытный дрифтер Деннис Реттера проехал больше 42 километров, при том средняя скорость составила 46 километров в час. Достижение официально зарегистрировано представителями Книги рекордов Гиннесса. Надо заметить, что Порше Taycan уже установила рекорды и в других дисциплинах. Среди них – лучшее время на северной петле Нюрнбург-Ринга, а также 26 разгонов подряд до скорости 200 километров в час. И этот список, видимо, будет только пополняться. Между тем, упомянутый Порше Taycan выходит на российский рынок. У нас базовый вариант отдачи 530 сил будут продавать примерно за 7 миллионов рублей. В родной Германии за аналогичную машину просят 103 тысячи евро, то есть больше 9 миллионов рублей. За такую разницу стоит благодарить российские власти, которые минувшей весной успешно обнулили таможенные пошлины на батарейные машины. Именно это событие сделало цены на новый седан очень привлекательными. К слову, в России решено поставлять только Taycan со старшей батареей, которой хватит больше, чем на 400 километров пробега. В продажу пойдут не только стандартные версии, но также бескомпромиссные варианты Turbo и Turbo S. Но электромобили не единственный приоритет немецкой марки. Так, Порше при поддержке других международных компаний построит первую на планете установку по выпуску климатически нейтральных синтетических видов топлива. Для этого на юге Чили появятся ветровые турбины, которые будут вырабатывать электричество, необходимое для производства водорода. А из этого газа планируется получать синтетическое топливо. Пилотная стадия проекта стартует через два года. Как основной потребитель зеленого топлива, компания Порше планирует использовать его для собственных проектов, например, в автомобилях своего спортивного подразделения, а в перспективе перевести на него имеющийся автопарк.